Слава Украине! Привет всем от Полонского! Китай пачкает Россию. Я даже не знаю, как по-другому назвать это видео, но вот как-то так. Да, так оно и есть. Друзья мои, значит, смотрите. В Китае появилось два вида юаней. Не поверите. Подавляющая часть юаней чистая, то есть никаких проблем с ними нет. Но есть так называемая грязная, по выражению китайских банкиров, юани. Это юани, которые участвуют в торговле с Россией. Вот дожились, да. То есть это грязные юани. И знаете, есть, как говорят, опять-таки, на банковском языке там, компании прачечной машины, которые отмывают деньги и делают их из грязных чистыми, да. А вот, то есть, ну или как это раньше говорили, из денег мафии отмывают деньги мафии. И потом они становятся себе деньгами вполне себе респектабельных бизнесменов, да. А есть обратный процесс, когда есть чистые деньги, они мажутся об какие-то грязные делишки и становятся, естественно, деньгами грязными и работать с ними становится проблематично. Потом требуется та самая стиральная машина, так сказать, которая их отмоет. И вот, представляете, весь бизнес, который идет в Китае с Россией, в настоящий момент считается китайцами грязным. И, соответственно, все деньги, которые участвуют в товарообороте, а там только юани задействованы, потому что ни одна другая страна не хочет свои деньги подставлять под это дело. И вот эти деньги считаются грязными. Потом их, по всей видимости, китайцам приходится каким-то образом отмывать, чистить и так далее, чтобы они дальше вот эти вот деньги могли участвовать в нормальном товарообороте с другими странами. Вот это называется многоходовочка. Вот это называется геостротег, да, дожился. Кстати, ничего удивительного в этом нет, потому что, вот смотрите, китайцы вроде бы начали торговлю с Россией автомобилями, потом бах, видите, сейчас проблемы с запчастями, проблемы с автомобилями не принимаются, не обрабатываются, платежи банками. Потом выкинули, даже раньше, выкинули Россию из проекта по широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету. Вот, потом подавляющее большинство банков запретили российским фирмам торговлю юанями через них. Вот, там остался на сегодняшний день только один банк с лицензией, которые дали штаты на международную торговлю там только до середины августа, что будет потом, тоже непонятно. Они тоже могут отказаться таким же образом. Вот, ну и последнее, как говорится, вишенка на торте, это вот так называемое грязное юани, запачкавшись об Россию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok